Еще одно видео, как проливать шашлык. Работать с этой формой. Форма у меня получается с ручками идет. Это обязательно, потому что, чтобы хорошо пролить данное изделие, необходимо, чтобы носик тигеля практически утопал. При заливке касаться носик и давать подачу. Потому что не прольется ковшом за счет того, что там внутри форме стержень. Значит, стержень смазывать надо будет хозяйственным мылом, чтобы легко снимать изделие. У меня тут уже твердку есть. Различные моменты, чтобы можно было раскрывать ее быстро. Стержень смазываем обязательно хозяйственным мылом перед заливкой, чтобы потом легко они все снимались. Так, что еще? А, надо будет ставить стержень, допустим, если вы не смазали. И постукивать. То есть, какую-то такую, как вилочку ставить на грузики. Немножко постукивать, не будет все связать. Еще какой-то такой. Ну, в принципе, и все. То есть, плотное соприкосновение с носиком тигеля. Смазывать стержень. Обязательно, чтобы были ручки, потому что придется выводить. Ну, форма очень быстро нагревается с первой проливки. Со второй, третьей уже в перчатках и в этих различных ступцинах не удержишь. То есть, необходимые ручки. Обязательно. Потому что здесь и выглядело. Усильные болты накидные. 19-й ключ для скоростного скидывания и закручивания. То есть, ни кинь, ни барашки, ни какую-то другую. Только болты с гайкой. И ключик на 19. Все. Это все позволит очень быстро стругать вот эти изделия. Так, а изделие где оно? Ага. Ну вот. Это в предыдущем видео показывал. Можно и корзинку пластиковую натянуть. Можно и сеточку. Любой диаметр можете заказать. То есть, вот эти юбочки. То есть, какой надо, такой бесправленно сделаем. Все. До следующего видео.